Добрый день! Я уже, как говорится, говорил вам о пожарах. Была написана статья, но сейчас хочу уже наговорить вам еще раз. Потому что это очень серьезный вопрос. Это связано и с тем, что будут пожары продолжаться. Это логическая, как говорится, ситуация в природе. Поэтому вы должны быть к этому готовы. И те, кто, в общем-то, отвечает за пожары, должны подумать о том, чтобы пожары исключить. Вот я хочу вам рассказать все о пожарах в трех стадиях. Всем, всем, всем. Очень это страшно. Происходит схватка законов мироздания с человеком. Мне непонятно поведение человека, включая ученых. Первая стадия – появление огня на легко воспоменяющихся предметах. Это примерно 400-450 градусов Цельсия, бумага, спички, листья. Начальная стадия. Вторая стадия – начинается воздействие магнитных полей на пожар. Они подходят именно, их привлекают в необычные моменты, потому что они дематериализаторы. И очень важно поучаствовать в этом процессе, в этом их информация. Вот начинается вторая стадия с воздействия магнитных полей на пожар, приводящий к дематериализации воды, воздуха, с выделением энергии в виде плазмы, микроплазмы при такой температуре. И как результат появления микрозарядов плазмы разряжаются, и температура пожара достигает 800-850 градусов Цельсия. Эти все опыты проводились, они так из пальца что-то высосано. Это пришлось поработать и очень долго, и очень много времени на это ушло. Но это было давно, а человечество, видите, не хочет учиться. Третья стадия в связи с развитием пожара – воздействие магнитных полей становится вихревым. Это самое опасное, потому что и черные дыры состоят во многом из магнитных полей, их информации разрушения, и вход, если удается фотографировать, он вихревой в черную дыру. Температура зависит только от окружающей среды, то есть в состоянии она поддерживает охлаждение или нет. На определенном этапе молекулы – это водород, кислород и так далее – дематериализуются до элементарных частиц – нейтронов, протонов и так далее. И вот почему при сильных пожарах горит и металл, и бетон. Дематериализация – это гипотеза, это не гипотеза, это стопроцентная информация. Последним занимался СИЗОВ в Ростове, разрабатывая получение бензина из отходов жизнедеятельности человека. У него все получилось. Хотя лучше, я предупреждал СИЗОВ об опасности появления нейтронов и других тяжелых частей при вихревых магнитных полях. Я знал это из своих исследований раньше. Не послушал он меня и погиб. Судьба ученого. Ситуация с пожарами усложняется. Про США. Они делают это сознательно, из нервности к человечеству. Их мечта – управляемый хаос на Земле. Очень большое внимание необходимо уделить безопасности, как говорится, связанной с электроэнергией. Его источник – плазма. В замкнутом контуре она превращается в электричество. От дематериализации воздуха или еще чего-нибудь, что попадает под действие магнитных полей. Вот так вот. Нарушение и выброс плазмы. То же самое и молнии. Это, как говорится, магнитные поля разрушают, как правило, вихревые. Разрушают, дематериализуют воду, воздух. Получается воронка в результате всего этого дела. И там происходит выброс большой плазмы и, как говорится, молнии. Пожары в лесах надо тушить направленными взрывами. Это начиналось у нас еще в советское время, начали проводить тушение пожаров взрывами. Но это очевидно для многих. Но могу рассказать вам, что когда вы разработали лечение, отработали туберкулезников, то тот, который отвечает за туберкулез, сказал, а вы знаете, что каждый туберкулезник дает нам 276 евро, а их 5 миллионов. Вот я очень боюсь, что боязнь потушить тужары, они просчитывают заранее о том, что это лишаться денег. Как этот вопрос решить, я не знаю, но это безобразие. Я вам говорю, что встречный удар взрывного характера в сторону пожара оторвет магнитные поля. И сразу снизится температура, и, естественно, потухнет, и не будет кислорода достаточно, и вообще о чем речь. Попробуйте. Это святое дело для нас, потому что у нас громадные запасы леса, и не хотелось, чтобы это все превратилось в негодную ситуацию. Вот так. Вот так вот. Вообще нужно подумать другой подход к тушению пожаров, особенно лесных, да и высотных домов и всего. Но взрыв, обратите внимание, позволит это решить. Направленный, специфический, обязательно. Читайте и слушайте мои ЖЖ, Ютуб, Твиттер и Фейсбук. Здоровья вам! Спасибо, что послушали. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok